Добрый день! Остановлюсь сегодня поподробнее в этом ролике на Флорентине, конкретно на оттенке ее красного по просьбе Алены Садорский сад. Напомню, Флорентина у меня выросла от 180 примерно 2 метра. Очень много побегов. Саженец из-подворья 2019 года посадка. Вот так сейчас 17 сентября она цветет. Отцвела бы еще и дольше при благоприятных условиях. Вот такие у нее кисти. Вот такая обильная. И сейчас я попытаюсь сравнить оттенки красного, всех красных роз, которые у меня есть в саду. Итак, присела на траву для того, чтобы показать все розы, которые у меня есть в саду, красных и пурпурных оттенков, ярких. посередине это Элди Брайт Вайт. Вот это. Диаметр цветка 11 сантиметров. Рядышком это пьяно 6,5 сантиметра. Вот это это розочка Аскот 6,5 сантиметров. Это Амаша Барбара 6 сантиметров. Травиата 7,5-7. Это кетчуп и горчица 9 сантиметров. Желтенький реверс. Пьяно, как я уже сказала, 6. Вот это Флорентино 5,5. Биг Пепл в не очень раскрытом состоянии 10. И вот это Аскот 6. Вот такой набор роз. Не берусь описывать оттенки красного, которыми они обладают. И все они разные. Нет ни одного похожего красного оттенка. Травиата, кетчуп и горчица, Амаша Барбара, Элди Брайт Вайт, Биг Пепл, Лорентина и Аскот. А вот это злостный сорняк на газоне называется Плоскуха. Почему злостный? Потому что тоже относится к семейству злаковых и его трудно вывести даже гербицидом. Вот еще Плоскуха. Вот это газонная трава. А вот эти более широкие листья это Плоскуха. Добавила в эту же коллекцию сейчас цветущую Хайди Клу. Цветочек у нее 6 сантиметров. Еще, конечно, не хватает Манстед Вуд, Фальстафа и Твайлайт Зон. Но, к сожалению, они сейчас не цветут. Не совсем-то они и красные. более темные, естественно. Ах, да, совсем забыла, что фламентанс еще у меня есть и Робусто. Но они сейчас тоже не цветут. Еще об одной характеристике хочу упомянуть. Это о текстуре лепестков. Вот, например, Флорентина и Аскот очень похожи. Полу-глянцевая структура. Кайди Клум тоже к ним близка. И Пьяна тоже полу-глянцевая. Остальные розы Элди Брайт Вайт Бархат. Биг Пепл тоже с бархатистой структурой. А Маша Барбара тоже бархат, но чуть менее выраженный, я бы так сказала. Кетчуп и горчица тоже бархатная структура лепестков. Тревята ну, я бы сказала полубархатные. Здесь нет Монстит Вуда, он бы был совсем бархатный. Спасибо Алене за вопрос. Никогда бы не пришло в голову разложить все свои яркие розы и сравнить. Спасибо ей большое. Возможно, ей будет интересно, как и другим, рассмотреть оттенки некоторых ярких красных и пурпурных роз. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова